У нас сегодня еще одно фулькалитативное занятие марксистского кружка, за одной кружка по диалектике, так как это занятие будет полезно и тем, и тем кружкам одновременно. На рассмотрение у нас сработа Фридриха Энгельса, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. В ней рассказано, какое место философия занимает в современном мире и заодно какое отношение диалектика и философия имеет к марксизму. Книжка гениальная, любые книжки гениальны, надо начинать с самого начала, с предисловия. В гениальных книжках не передают привет маме, папе, жене и тому подобным братьям. В гениальных книжках гениально даже предисловие. Конкретно в этом моменте, что мне понравилось в данной книжке, в предисловии есть такая мысль у Энгельса. Что типа вот раньше в университетах преподавали философию, а под видом этой философии преподавали и подносили студентам нищенскую похлёбку. Эта похлёбка была неинтересна и соответственно студенты к философии относились прохладно. Ну типа так и так, с появлением философии Гегеля сейчас будет гораздо всё интереснее, лучше, молодые люди сами начинают изучать философию и сами пытаются развивать мир. Было это сказано 150 лет назад, грубо говоря, да, да, 150 лет где-то назад, округлим немножко. Вот, 150 лет назад Энгельс думал, что типа вот сейчас философия взлетит, но к сожалению прошло столько времени, а у нас сегодня такая же ситуация. Я когда последний раз учился в УЗИ на философию, у нас был классный преподаватель ещё в советской закалке, физик по образованию, прекрасно знал о диалектику, с ней было очень интересно общаться в парах во время занятий, но к сожалению преподавала она философию, скорее это был курс истории. Когда студент готовился к занятию, выходил к доске и делал доклад по одному из философов и начинал, когда он родился, когда женился, когда развёлся, сколько у него было жены, когда умер. К этому сводилось всё изучение философии. Вот, поэтому надеяться на то, что вас в УЗИ чему-то научать не стоит, лучше заниматься философией самостоятельно. Переходя от предисловия к самой книжке, Гегель начинает с самого начала, да, как в философии положено и в диалектике начинаем сначала. Перед тем, как прошли первые политические революции в Германии, во Франции, произошла революция философии, то есть философские взгляды поменялись, а вслед за ними поменялось и политическое устройство общества. Тут же он отмечает такой интересный факт, что старые правительства умудрялись использовать новых философов с их новыми революционными взглядами для оправдания собственного господства. И вот он приводит пример, когда взяли цитату из Гегеля в Германии и использовали цитату, что все действительно разумно, а все разумно и действительно. Использовали ее для оправдания существующего политического строя. Таких примеров очень много, мы можем увидеть их где угодно, что тогда, что сейчас, что между этими моментами, когда правительства пытаются при помощи философов объяснить свое господство и угнетение над остальным народом, над рабочим классом. Пример, допустим, гитлеровская Германия, да, очень часто, везде надергивали, использовали в пропаганде кучу отрывок и цитат отдельных из Ницше. Но если мы считаем Ницше внимательно и находим, там очень много есть цитат нелицеприятных про немецкий народ. И, соответственно, их из пропаганды выкидывали. Сегодня у нас в стране то же самое можно примерно наблюдать, да, когда у нас берут тот же президент, выступая с посланиями правительству, думе, народу, кому-то там еще послания. Он, его не раз уже на этом ловили, он использует кусочки текста Феллина, который, собственно, был нацистом и монархистом. Но для оправдания все способы хороши. Итак, Гегель, да, почему, в чем революционность Гегеля? Дело в том, что у Гегеля философия, она перешла из обычных догматов, которые там констатировали какие-то факты, которые бедные студенты должны были зазубрить и на экзамене эти зазубренные цитаты и догмы повторять. У Гегеля философия превратилась в науку логики. Это живая наука, которая не застывшая, она меняется, и тут главное, она дает возможность понять истину, которая заключается как раз в процессе самой познания. Точно так же, как и все остальные науки, диалектика, наука логики, она идет ступенчато от самого простого, постепенно-постепенно восходит все выше и выше по лестнице, к высшим-высшим знаниям. Точно так же, как физики, химии, любой другой современной науки, чем мы больше изучаем, тем больше мы не знаем, тем больше у нас новых вопросов. Открыли звезды, открыли галактики, открыли туманности, и чем дальше мы открываем, тем больше у нас новых знаний. Открыли молекулы, атомы, потом в них нашли кварки, в кварках нашли отдельные... Не будем углубляться, ладно. Нашли, короче, кварки, в кварках нашли очень новых, открыли новых много вопросов, стали изучать дальше, дальше, дальше. Соответственно, чем мы больше знаем, тем больше места остается, про которые мы не знаем, куда нам надо двигаться и их изучать. Дальше Гегельс говорит о том, что каждая ступень в развитии, она необходима, и без нее невозможно подняться дальше выше. Причем, он дальше будет приводить примеры, давайте, наверное, пропустим, и пройдем дальше о том, что... Гегель, прежде всего, построил философскую систему, а не нашел и не дал ответа на все вопросы, какие существуют. Он выстроил именно систему, которая позволяет самостоятельно искать ответы на эти вопросы. Тут же, Энгельс отмечает, что, к сожалению, его наука логики заканчивается абсолютно истиной, но, как считает Энгельс, Гегель вынужден был пойти на это только из-за того, что ему не необходимо было поставить точку в своей работе. Итак, благодаря Гегелю человечество может откинуть старую философию, которая пыталась разрешить все вопросы и противоречия, которые были на тот момент. А при помощи диалектики мы можем развивать науку ради познания мира. У Гегеля было много учеников, они назывались молодогигельянцы, и одного из таких молодогигельянцев разбирает Энгельс, данная как раз работа, это тот самый Людвиг Фейербах. У Энгельса здесь несколько их есть, но в основном тема книжки про Фейербаха. Он написал несколько книжек, да, «Сущность христианства», «Природа». В этой книжке он написал, что природа не зависит от философии, то есть он сделал первый материалистический шаг, что, да, не важно, что мы думаем о природе, о том, что, как считают философы, она существует независимо и самостоятельно, отдельно от философов, людей и вообще от сознания человеческого. Заодно в своей сущности христианства он разобрал такой вопрос, как религия, да. Религия, по его мнению, это просто фантазия человека. Фантазия, возникшая не просто так, а вполне закономерно и с естественных причин, да. Люди спят, ночью люди видят сны во снах, о них видят людей, в том числе своих, ну, знакомых, близких и тех людей, которые уже умерли на тот момент. Соответственно, у человека возникает мысль, что раз человек вроде умер, но он явился во сне, значит, наверное, у него есть некая душа, которая может после смерти ходить вне тела, соответственно, она бессмертная, где-то эти души обитают, или если они обитают, в них там есть царь у этих душ, кто их главный командует, боги так появляются. И вот так вот постепенно из таких вещей развивается религия. Тут же Энгель ставит сразу жирную точку, которая разделяет дальше, чтобы можно было разделить два понятия. Первое, это идеалисты, да, второе, это материалисты. Идеалисты, это те, которые считают, что первичная идея, что был сначала бог, высший разум, неважно как, то есть была мысль, идея, нематериальное что-то, которое взяло и создало материальный мир. Это идеалисты. Материалисты, это те, которые считают, что материя сама по себе развиваясь, все усложняясь, усложняясь, из отдельных атомов появляются молекулы, из молекулы образуются клетки, из клеток животные растения, из животных произошел человек, у которого есть разум. Вот, это материалисты. Что тогда во времена Энгельса, эти два понятия очень часто путались, что до сих пор. Прошло 200 лет, фактически, да, а люди до сих пор путают, кто такие материалисты и кто такие идеалисты, и не понимают, в чем разница. Тут же Энгельс отмечает, что, к сожалению, в философии Гегеля материализм поставлен с ног на голову. То есть у него материализм сугубо идеалистичный. То есть в целом философская его доктрина, его наука логики, она материалистична, но, так как Гегель был идеалистом, он все-таки поставил, несмотря на закономерные законы мышления, на научный подход к мышлению и познанию, он был идеалистом и, к сожалению, поставил немножко с головы на ноги. Здесь нет ничего удивительного, опять же, как рассматривает дальше Энгельс, он пишет, что во времена Гегеля, извиняюсь, в 17 веке еще очень много чего люди не знали о природе, были только самые-самые первые их открытия, и природа людям представлялась как некий механизм, который постоянно, вот, шестеренки крутятся, они не изменяются, они железные, крутятся, вертятся, и так оно есть. Но постепенно наука развивалась, и начали открывать законы перехода энергии, да, и сохранения энергии, когда энергия может переходить из одного вида в другой, из кинетической, потенциально в кинетические, когда тепловая энергия может переходить в электрическую. Далее была открыта клетка, да, то есть клетка, базовый материал, из которого строятся, как все живые организмы, и грибы, царство грибов, царство животных, царство растений, это как раз был тот самый момент. И третий еще закон, который приводит Энгельс, да, что Дарвин открыл свою теорию, открыл, не совсем, наверное, правильно, сформулировал свою теорию о происхождении видов и развитии из одних видов других видов, и, соответственно, философы, столкнувшись с тем, что наш мир постоянно меняется, он развивается, он не постоянен, это не просто механизм, который крутится, как шестеренки в часах, это саморазвивающаяся система. И, соответственно, материалисты вот от этой стадии, от самой первой, да, когда они еще были идеалистичны во многом, они постепенно начали развивать философию, науку в более материалистическом ключе. Итак, материализм изначально был у нас ограничен как раз вот этой вот проблемой. Но постепенно он развивался. Тут же сразу небольшое отступление, надо отдельно это вынести, сказать. Дело в том, что сейчас такая же проблема очень часто случается. Есть такая проблема, которая, что тогда, что сегодня остается актуальной. Что идеалистами обычно называют людей, которые там думают о идеалах, о чем-то вечном, хорошем, светлом, да. А материалисты это какие-то плохие люди, которые интересуются только там каким-то барахлом, стяжательством, там хотят побольше нажрать, побольше себе получить. И Энгельс как раз рассматривает, что происходит эта ошибка из церковного догмата, где в церковном христианском, в православном, в том числе, да, каноне, материализм имеет вид порока, что это пороки такие, как алчность, стяжательство. Вот это все оттуда растет. Многие и до сих пор мы очень часто можем слышать о том, что материализм и материалисты это те, которые не видят высших идеалов. Итак, постепенно, постепенно мы добрались до самого Людвига Фербаха и до его работ. Что пишет Энгельс, да, о его работах? Что Фербах пытается усовершенствовать тогдашнюю религию и соединить ее с философией, то есть делать определенный синтез. Фербах уже понимает, что вот эти вот сказки, которые там возникли, первые христианские о том, что кто-то там кого-то сделал из-за ребра, да, и первые вот эти ветхие заветные истории, они уже, мягко говоря, не очень актуальны в современном мире. И, соответственно, вот он пытается создать новую религию, которая завязана на, как это не будет странно, на половую любовь. То есть любовь между мужчиной и женщиной, в его понимании, это и есть основа новой религии. Энгельс еще отмечает, что религия в переводе означает «связывать», и вот на игре это определенное слово, что вот связь между мужчиной и женщиной, то есть любовь, это и есть религия. И вот Фербах пытался ее развить. Тут же еще одно маленькое замечание по поводу того, что атеизм в те времена, и до сих пор очень часто мы это можем слышать откуда угодно, из любого утюга телевизора, доносится, что атеизм – это просто не вера, вера в отсутствие Бога, да. То есть атеист – это тот, кто верит, что нет Бога. Есть люди, которые верующие, верят, что есть Бога, есть какие-нибудь сатанисты, которые верят не в самого Бога, что вот есть сатана, его антипод, он гораздо лучше, там гностики всякие разные, вот среди всех этих сектантов, в том числе и атеисты, которые считают, что Бога нету, или его там никогда не было, или Бог умер, неважно. На что Ангельс дает очень хороший ответ, что на такую софистику, что атеизм – это такая же вера, только вера в отсутствие Бога, можно отвечать примерно следующим образом, что химия – это такая же алхимия, только без философского камня. И приходит, в общем, Ангельс постепенно в своей книжке «Двигаясь, двигаясь», начинает разбирать саму работу Фейербаха. Грубо говоря, о чем писал Фейербах, что можно выразить современными словами – «Мы за все хорошее, а против всей фигни». Что люди должны быть морально, все делать по уму, что они должны любить друг друга и тому подобное. Энгельс все это дело разбирает, 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 пинает Фейербаха, но в конце разбора делает очень такое интересное замечание, что, несмотря на все эти недостатки, Фейербах был выдающимся философом. Он был материалистом снизу и идеалистом сверху. То есть, как раз о чем мы и говорили до этого, что логика диалектика, молодогидельянцам позволяла быть материалистами, но до конца давление религии, которая оставалась на тот момент еще достаточно сильна, закреплена в обществе, люди все равно еще оставались идеалистами. Опять же, возвращаясь, допустим, к тому же Марксу, общественное бытие порождает общественное сознание. И, к сожалению, философы живут в этом же общественном бытие, где есть религия, они на нее так или иначе должны как-то рефлексировать. Но, как было уже сказано, что новые открытия науки подтолкнули к тому, что развиваются не только живые организмы, материя, но и развивается и человеческое общество. Из простого сложного постепенно люди стали развиваться. Соответственно, люди живут в обществе, общество тоже постепенно развивается. В процессе развития общество начало делиться на классы, расслаиваться, да? И, соответственно, эти классы начали борьбу за власть, за то, кто кем будет управлять, кто кого будет эксплуатировать. То есть, прежде всего, эксплуатация нам зачем нужна? Для того, чтобы получать некий прибавочный продукт, который эксплуататор может поделить по своему усмотрению. То есть, так политическая борьба, классовая борьба постепенно вышла и вылилась в экономическую борьбу. Ну и, соответственно, так мы приходим к вопросу государства, да? Что такое государство? Какие бывают государства? Что, зачем, почему и как? Это в работе, опять же, Энгельсом хорошо расписано. Можете взять, почитать. В данном случае нам это сейчас пока не очень важно. Также он дальше идет, рассказ идет, ведет про развитие религии, как и религия развивалась. И постепенно тоже христианство приспосаблилось сначала к Римской империи, рабовладельческому строю, потом к Средневековье, с развитием Средневековья дошло до капитализма. И сейчас у нас, опять же, капитализм. И церковь прекрасно с капиталистическим обществом себя живет, процветает и цветет и пахнет, короче. Религия никуда не делась, несмотря на то, что у нас уже давным-давно капиталист. И, рассмотрев этих два момента по поводу, что такое государство и что такое религия, как они развивались, Энгельс делает вывод в этой работе. В принципе, этот вывод совпадает полностью с тем, что написано у Гегеля в предисловии к его науке логики. Что философия осталась только место в логике и диалектике, то есть науке логики, то есть законах о процессах мышления. Еще раз, философия – это наука о мышлении, и ничего больше. На этом Энгельс ставит точку, а в нашей книжечке, которую вы можете взять на Пушкинская 25, прийти на кружок в понедельник вечером после работы, прийти и взять, почитать книжку. Вот это вот абсолютно бесплатно. Каждый желающий может ее там получить. Заодно и много других книг интересных там также есть в библиотеке. Пушкинская 25В, горком КПРФ. Там обязательно кто-нибудь сидит и обязательно с вами поделится. В данной книжке есть маленький бонус в конце. Здесь еще есть тезис Карла Маркса о Фейербахе. То есть, что писал Маркс о Фейербахе. И я хочу здесь зачитать всего лишь один последний тезис, который стал определенной крылатой цитатой. Что философы лишь различным образом объясняли мир. Но дело заключается в том, чтобы изменить этот мир. Поэтому, если вы хотите изменить этот мир, берите, читайте, изучайте науку логики. На этом все. Спасибо. Спасибо.